Слава Тебе, Божья ночь! Слава Тебе! Благодарю Я, Господь, за новый день, которого никогда еще не было. Хвала Тебе, честь и поклонение. Найди новые души, Господи, способные слышать Слово Евангелия. В эту тьму Ты позволил проникнуть и найти новые души, которые способны слышать о любви Твоей, Господи. Слава Тебе, Господи! Почти добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, и всем возвести о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Царю Небесный, Утешителю, Души истинной, и живи везде сыне, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в нас, и очисти нас от всяких скверных. И спаси благие души наши, святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас, святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас, святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наше. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем зажнякам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Хвала Тебя, наш Господь, слава Тебе, милосердный, ибо всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы получить каждому соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, ибо всякий делающий добро идет к свету, дабы явно были дела его, делающий зло и ненавидит свет и не идет к свету, дабы не облечились дела его. Аллилуйя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Солом 37. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я с огбен и совсем паник, весь день сету я хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Господи, перед Тобой все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и святочей моих, и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. И ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, на Тебя, Господи, сатана вылазит все время. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро, враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, обрадуна Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Якородилась и Христа Спаса, избавителя душам нашим. Господи Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение Господу нашему Иисусу Христу. Аллилуйя. Благодарю Тебя, мой Господь. Всем надлежит предстать присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Аллилуйя. Господи Боже мой, слава Тебе. Евангелие от Марка, 15 глава. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание. И связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он же сказал ему в ответ, ты говоришь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил Иисуса, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не ответил. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варрава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал крещать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали Иисуса из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варраву. Пилат отвечал, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его! Пилат сказал им, какое же зло сделал он! Но они еще сильнее закричали, распни его! Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варраву, а Иисус, обив, придал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его, радуясь, царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и становились на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственную одежду его, и повели его, чтобы распять его, и заставили проходящего некого кириньянина, Симона, отца Александрова и Рухова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино сосмирную, но он не принял. Распявши его, делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его, царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правой, а другого по левой, в сторону Иисуса. Избылось слово Писания, и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими, и говорили, э-э-э, разрушающий храм, и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем. И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элои, Элои, Лама Савахвани!» что значит «Боже мой, Боже мой, да чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав, говорили, «Вот, Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Из-за веса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели и издали. Между ними были и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего, и Иосия, и Соломея, которые тогда, как он был в Галилее, следовали за Иисусом и служили ему. И другие, многие, вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримапеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер-то, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу, и, сняв его, обил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же, Магдалина, Мария и Иосифа смотрели, где его полагали. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Благодарю тебя, мой Господь, за милость твою. От тебя никто не скроется, ибо будет суд Божий, когда мертвые все воскреснут и предстанет перед лицом Божиим. Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Веровать в то, что Иисус умер за наши грехи, что понес наше беззаконие, что умер за нас, и, веруя в это, во Христа мы имеем жизнь вечную. А кто не будет веровать, осужден будет, будет брошен в огонь вечный, кипящий огнем и серую гиенну озера, вместе с сатаной, где конца мучениям не будет. Господи, помоги всем раскаяться при жизни, примириться с Тобой через жертву Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Ну, кто-то спрятался у меня. Ну-ка, вылазь, поговорим. Давай, добрая душа. Господь ищет всех, от него никто не скроется. Это прячутся мужчины, алименьшики, чтобы не платить за детей. Добрый день! Какие вопросы есть? Давайте. Пока время есть, мы побеседуем о Христе, о спасении, о Слове Божьем. Потому что тут люди сходятся не на добро в этой рулетке. Половина голая. Процентов 80 мусульмане. А я говорю мусульманам, а вы зачем здесь? Да вот знакомство. Какое знакомство? У тебя дома 4 жены. За каждую колым платил, а тут 44 бесплатно. Вот зачем ты зашел. Ты жеребец. Смеется. А смеяться не надо. Прелюбодеять царствие Божие не наследует. Ведь наркоманы, табакуры, они в аду будут гореть. И все едят и пьют, едят и пьют при людях. Это, видимо, много сил тратится. Господь возлюбил человека и умер Христос за наши грехи. Чтобы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную. У вас храм есть в городе? Ну вот, сейчас пост начался. Сегодня уже четвертый день. Последний день. Считается канон Андрея Критского. Он считается два раза в году. Вот первая неделя поста. Сейчас нельзя есть ни молочное, ни мясное, ни яйца, ни рыбу. А растительное масло только в субботу-воскресенье. Это посты православные такие. Семь недель. Вот первой недели еще останется шесть. И тогда будет Пасха Христова. Люди будут приветствовать друг друга. Христос воскрес. Видите как? Вот я посчитал его Псалтирь. А Псалтирь этой три тысячи лет уже. Три тысячи лет. И люди все считают и считают. Почему? Потому что это богоизбранный народ иудейский, еврейский. А от него происходит Давид. Давид. Псалмопевец, царь такой был. Вот эта книга им написана. 150 молитв. Его не любил тесть, гонялся убить, а он остался живой. Это самая популярная книга во всем мире за три тысячи лет. Псалтирь. Твое состояние какое бы ни было, ты там найдешь утешение. Это так близко. Три тысячи лет назад, а там же обстановка была другая. Ни компьютер, ничего не было. Мне вот многое Господь позволил. Есть такая книга, называется Святая Библия. Вот посмотрите, какая она. Вот она. Вот это главная книга мира. В ней все дается. И как мир был создан, и как люди жили, что будет дальше, все говорится. Какая война будет, сколько людей погибнет, Третья мировая. И как будет один царь над всей землей. Столица будет не Москва, не Нью-Йорк, а Иерусалим. И там сядет человек один из колена данного и будет царствовать 42 месяца. Три с половиной года. Да его нету еще. А уже две тысячи лет назад написано было. Почему? Потому что Бог открывает. А у Бога нет вчера, у Него все сегодня. Мы еще не родились, а уже наша встреча была запрограммирована у Бога. Что мы сегодня с вами встретимся. Мы просто должны в это верить. Вы старайтесь в лишний раз не засвечивайтесь, берегите себя. Тут очень нехорошее место. Так как Содом и Гаморра. В Содоме там много мужеложников было. Ну, садомиты. И Господь сжег этот город Содом и Гаморру. Эти города провалились, они где-то на дне моря мертвого. В этом море ни одна рыба не живет. Это история. Там археологи работают. Это сегодня этими людьми набито все буквально. Их Гитлер и Сталин истребляли. Вот есть государства мусульманские. Там Тунис, Саудовская Аравия. Никаких гей-парадов нету. Их сразу уничтожают всех. Никакого суда нету, ничего. Это они здесь так раскрылатились. Есть употребление женского пола, чтобы люди рождались. А не так, что, говорится, мужик на мужике женится. Это безумие полное. У женщин свое там. Это Господь не благословляет это. Бог сотворил по-другому. Корова, бык, петух, курица. Это везде все. А то человек уже мозги у него сатана выхлестнул. И надо ценить себя. Вам скрываться не надо. Бог дал вам два глаза, два уха. Все у вас на месте стоит. И береги себя. Если замуж выйдешь, обязательно, чтобы в церкви повенчаться, чтобы это блудом не было. Церковь православная это наша мать. Она заботится о нас. Никогда не слушаешь, что там говорят против священника. Да мало ли еще, мы все грешные. А Господь говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата, а в своем бревна не чувствуешь. А то же про нас говорится. Прости, Господи. Мы грешные, а Господь праведен. И он говорит, покайся верой в Евангелие, покайся, обратись к Богу, признать себя грешником. А что признавать? А тут легко признать. Я и со собой так знаю. Хотя меня Господь сохранил, и мне уж 80 лет, не 20. Я насчитал Библию, она в интернете стоит. Если вы зарядите, вот у вас Библии нет, а вы зарядите так. Библия в аудио. Игнатий Лапкин. Вот мое имя, фамилия запишите, моим голосом насчитанное. А если вы зайдете на Ютуб к нам, тоже Игнатий Лапкин во свете Библии. Ютуб. Там 14 тысяч 300 роликов наших. Мы православную деревню с нуля строим. У нас нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни лгать, ни воровать. Вот уже 27 лет с нуля, а в России 21 тысяча селений исчезли, полностью исчезли. Их займут китайцы, народы с юга, они пустые не будут. Горе какое. В стране за перестройку было проведено здесь, в России, 120 миллионов абортов. Это государство погибло в очреве матери. А у мусульман у них нет. Вот в России только один глава администрации закон против абортов испринял. Рамзан Ахматович Кадыров. Слышали такого? В Чечне. Он очень хороший человек. Справедливый. Он заботится о людях. У него женщины все в платках, потому что без платка молиться нельзя. У него на заседании сидят женщины, может быть, от министерства какого образования. Все в платках. Мы у него были. Я ему подарил книги. У меня 38 томов книг вышло моих напечатанное. Мы проехали из Барнаула. Вот мы в Барнауле живем. Алтайский край. Знаете, где это? Нет. Южнее Новосибирска. И мы проехали до Тихого океана, до Востока находки. А потом поехали туда, до Лиссабона, Португалии, до Атлантического. Я 650 городов подарил книги. 38. На 35 миллионов подарили. А у меня пенсия минимальная. Это Бог так сделал. Нашлись люди. А вот вы если зайдете, Игнатий Лапкин и сайт, не YouTube, а сайт, там все книги, можно скачать. Там 4 тома моих стихотворений, 4 тома, по 800 страниц каждая книга. Вы там столько найдете, столько всего, а то Господь дает. На сайте там 50 книг моим голосом насчитанные. Божественные книги, жития святых, даже архипелаг, гулаг есть. Я интервью брал у репрессированных, меня сажали, я по пяти тюрьмам прошел. Для Бога, не за плохие дела. И там люди обращались, я им проповедовал. поэтому, зная Бога, человеку легко жить. Мы встали, помолились, я начальник детского лагеря, был 45 лет, сам образовал православный лагерь, 45 лет. Ни рубля государство не дало, тысячи детей подняли, тысячи. Надо было искать где-то, кормить чем-то, чтобы было интересно, ни одного повреждения, ни одного заболевшего. А почему? С Богом. А у безбожников, у них девять ребятишек утонули в сямо озеро. На Вазовском море утонуло шесть человек вместе с воспитателем. А у нас каждый день раз шесть купаются, и ни один не утонул. Мы их учим плавать, учим на лодке плавать, на лошадях ездить. Они все ребятишки должны уметь. Видишь как, человек с Богом, он не только о себе думает, не то, что я там хороший какой, а просто я верующий, и меня Бог побуждает на молитве. И всегда добрые друзья. Врагов хватает, я в черный список занес, семь с полной тысяч человек на меня нападают. А может быть, больше бы, на ютубе просмотров у нас 31 миллион, 31, 32 тысячи подписчиков. У нас исключительно богатый материал. Вот если вопросы есть, можете задавать. А на сайте я там отвечаю на 4 тысячи 124 вопроса. Я в университетах преподавал в разных и три радиопрограммы вел по телевидению. Выступал и люди задают вопросы. В милиции вел занятия, в воинских частях, потому что всем надо знать о Боге. Вот видите, как хорошо, что вы никуда не ушли. Я вас тут нашел. Гляжу, у вас волосы хорошие. Не стригите их никогда. Для женщин волосы ее честь. А если мужчина отпускает, для него бесчестье это, то есть позор. Вы себя храните, ничего не крастье у себя. Вам Бог дал все, и красоту, и береги себя, для Бога. А должна ли ты быть замужем? Бог усмотрит. Никогда никому не заходи в дом. Бывает где-то учатся, с работы зайдет, и большая беда будет. Домой скорее иди. А дома встань, да и помолись. Если в церковь придете православную, там есть молитва слов, как молиться. Есть, это недорого стоит. Новый Завет. Библию это, может быть, и не купите, а Новый Завет это вторая часть Библии, можно ее купить. А в ней Евангелие. Я вот Евангелие сейчас считал о жизни и смерти Христа. Говорить-то о Боге как радостно, не надо прятаться, ничего. Просто говорить надо. Запомните это, во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы возьмите что-то, запишите, потому что если задумаете поговорить по скайпу, ну, если зарядите Кузнецов Владимир, там 70 тысяч, а у меня Игнатий Лапкин, я один на весь интернет. Ну, имя такое, что не на каждом шагу. Вот, Игнатий Лапкин по скайпу вы найдете и можем побеседовать, когда у вас вопросы возникнут. У нас люди все такие верующие, с которыми не обманут, не обворуют, не оклевещат тебя. А в мире-то там как? Сегодня лишь бы, а завтра как угодно. Вот сейчас у нас пост, у нас все соблюдают. И вот мы каждый день молимся, и на нашем Ютубе вы найдете, как мы молимся. Даже небольшая девочка там с матерью приходит, я не знаю, в школу ходит она или нет, она одета такое в черное во все. У нас девочки, вы увидите, такие красивые ребята. У нас никто борода не бреет, даже молодые, потому что это нельзя. Мужчине Бог дал бороду, а женщине не положено. Это власть. Мы сразу приезжаем, чтобы женщина, жена была послушная, чтобы мужика не делала подкаблучником, чтобы он на ее побегушках бегал. Ну, чтобы он верующий, ты за скалой была, он тебя не бросит, не изменит. видишь, как у верующих-то. Меня сажали когда, а я знал, что жена моя, она обо мне хлопочет. Как она приехала, какой она подвиг сделала. Я работаю в лагере, там же высокие эти заборы-то, и она подошла, там кран работает недалеко, она легла на стрелу, договорилась, и он стрелу, автокран поднял над лагерем, вот так вот, но там же ее не видят, она взяла перекрестилась, а все знают, что я православный казахи, Джамбул, это, Жанатас, они прибежали, и мне моя еще там женщина крестится, дескать, иди смотри, ну, там уже охранники с автоматами заставили положить на землю, я выскочил, а уже никого нету. Понимаете, верующие это полное доверие, это другая жизнь совсем, у нас собирается воскресенье, молятся, потом идут трапезы, это общая еда, вот, пообедают, песни поют, а потом занятия опять, вечером еще второе занятие, у нас много занятий, мы исследуем Слово Божие, это все выставляется, все выставляется в интернет, вот так, вопросов нету больше? Не было, да? Ну, что я могу сказать-то, я даже не знаю, как вас звать, вы не говорите, мне это не надо, береги себя, тут, береги себя от этого счета, заходи на другое где-то, много же в интернете, хорошие вот здесь фильмы есть, я могу сказать, какие фильмы вам посмотреть, есть такой фильм, называется Иисфирь, плохо, что вас записать нечем, про одну девушку, как она вышла, еврейка, замуж и стала царицей, и как против еврейского народа замысел сделал язычник, убить всех, и как Бог одержал победу, есть Иисфирь, есть еще фильм, называется Иеремия, пророк Иеремия, вот, есть особенно сильный фильм Иисус, так и называется, фильм Иисус, легко запомнить, очень сильный, это просто, его еще во время до перестройки, кажется, 45 миллионов посмотрело, там, он, конечно, не русский, американский, но снимали его в Израиле, на тех местах, где Иисус был, это видеть надо, и озвучили его знаменитые артисты, Михаил Ульянов, кажется, Лавров, вот это фильмы, которые просто необходимо посмотреть, не то, что запрещать, а фильм Искупление хороший, очень сильный фильм Иуда Бен Гур, это, кажется, 11 Оскаров взял он, такого фильма я больше не знаю, это период, когда Христос был на земле, был распят, противостояние, два друга, один еврей, а другой римлянин, и как вот все победа на стороне Христа, там конские не скачки, а гонки на квадриге, это по четыре лошади запряженные, смотреть невозможно, какой ужас, как там они старались плохо сделать, все разбивалось, а верующий, он остался живой, Господь его спас, Иуда Бен Гур, так называется, это фильмы, которые не то, что как, а они добро принесут, еще есть фильм Кама Гридеши, но только не этот, который современный, а где-то в 57 году, кажется, был и тот старый фильм, но намного лучше нового, вот, это я вам называю фильмы, называется Иаков, ну, Иаков, просто запомнить, Иосиф, это фильмы отдельные, Моисей, тоже отдельный фильм, это библейские персонажи, и на библейской основе все, и очень хорошие фильмы, там время зра не будешь тратить, там такие ставят вопросы, ты сам должен думать, и все это, режиссура написана фактически из Библии, а Библию писали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым, им Господь открывал, вот как, если бы вы были где-то недалеко, мы бы могли поделиться евангелиями, у нас евангелия, отдельные евангелия издают, и мы много их раздаем бесплатно, деревню православную строим, а вокруг села-то неверующие, все воруют, и мы ездили туда и раздавали, больше 30 тысяч евангелий раздали, только бесплатно, в каждый дом заходили, говорили немного, что в 3 часа в клубе будет собрание, приходите, и дарили евангелие, новый завет иногда, во всей Библии 77 книг, ну, книги, это название авторов дается, вот, которую Библию показываю, это в ней 77 книг, бывает книга одна там 100 страниц, может быть, как Псалтырь, самая большая, и бывает маленькое послание на одной страничке, но все равно книга считается, вот так, я вел занятия в 13 школах, в разных городах даже, в 5 университетах, в техникумах, в один класс, класса 2-3 сгоняют, там стулья принесут, перед ними выступаю, потом на другую сторону коридора перехожу, там люди собрались, ученики, особенно любили задавать вопрос, как звать его, каждое имя имеет значение, перевод на русский язык, у нас имена в основном греческие, еврейские, латинские, а славянских-то, русских-то имен-то мало, совсем мало, вера, надежда, любовь, вот, дальше-то еще, кто у нас тут еще есть, у русских там, главное-то Владимир, владей миром, Глеб, Борис, это вот наши имена, остальное, это оттуда брали, по житиям святых, ну вот так, ну давай прощаться будем, храни вас Господь, да благословит, и сохранит для старствия своего, хоть немножко-то запомнил, что я говорил, вот, на наш сайт приходите, его увидите, как мы с вами разговариваем, с Богом, до свидания.